Всем привет! У нас первый день щенков дома. Сейчас кормим, даем ей вылизывать животы, но не всех она что-то хочет вылизывать. Налили ей раствор, состоящий из чая и молока с сахаром и чтобы щенки покакли. Сейчас будем предварительно еще смазывать теплым диском животики, чтобы стимулировать у них, они должны сходить в туалет первый раз. Так, ребята, у нас сегодня вечер первого дня родов, первого дня после родов. Что могу сказать, в принципе? Большое количество щенков это очень тяжело, безусловно, ввиду того, что даже элементарно ртов больше, чем у матери сосков. И даже если бы было ртов столько же, сколько сосков, тяжело их к каждому соску присоединить и следить, чтобы они все пили, потому что кто-то может подвинуть своего товарища, брата и сестру, и тот просто не будет получать питание. Поэтому я решил разделить и кормить их партиями, то есть в два захода. Сейчас пять кушают, вот здесь четыре у нас греются, то есть обогреватель у нас, это у нас вода горячая, теплая. Вот главное, не обжечь щенков, но тем не менее не выступает в роли грелок. Каждый час-полтора я их меняю воду, наливаю горячую, то есть я обматываю, чтобы они не обожглись. Сейчас немножко размотал, потому что они уже стали теплые. То есть щенки, видите, здесь спят. Они там все спят. Им хорошо, они тепленькие, носики розовенькие, все в порядке. Вот тут тоже они греются, сосуд горячее молоко, как бы. Вот видите, луна, он как дышит. Это она вырабатывает молоко. Сейчас вот этот голодный сосуд. Вот также, прям в процессе кормления ею своих детей я даю прям корм, насыпаю роял конин для кормящих и щенков и даю. И также уколол ей состав, который колол ей для стимуляции беременности, то есть гем, витамин и комплекс. Вот. Дал ей кальция и сейчас буду колоть ей попозже анальгин, обезболивающий все-таки, было кесарево. И чтобы не было никаких загноений и воспалительных процессов, я уколю ей... Ой, заговорился, извините. Чтобы не было воспалительных процессов, я купил антибиотики, вот такие вот цифреаксоны. Буду тоже колоть внутримышечно ей около трех дней, четырех, сколько там в курсе написано. Вот. А это я сейчас уколю обезболивающий, так как такой антибиотик ей уже сегодня укололи в ветеринарке после того, как сделали операцию. Вот. То есть этот курс мы начинаем завтра. А обезболивающие сейчас ей на ночь уколю, чтобы она не мучилась. Потому что сейчас, я думаю, будет болеть, норовать и все в этом роде. Поэтому, ребят, очень тяжело. Впереди меня еще ожидает три самых сложных дня щенков. В эти дни они очень слабы и могут умереть от любого изменения температуры, недоедания и вообще чего угодно. Поэтому в эти дни нужно быть особо осторожным, внимательным. Ну и сами понимаете, как это сказывается на сне. То есть практически не спать. Будильник каждый час. Встаешь, кормишь, ложишься опять на час. То есть вот такие вот процедуры. Вот. Поэтому, ребят, много тоже снимать не буду, потому что, сами понимаете, реально очень сильно устал. То есть собака... Я очень рано начал ждать собаку, когда она родит. То есть буквально за полторы недели до родов я уже думал, что она у меня родит. Ну, сами понимаете, первые роды. Думал, что каждый день последний. Вот. И сидел с ней. То есть очень много проводил с ней времени. Она кряхтела. Я думал, что она родит. То есть не спал, в общем-то. Вот. Поэтому с того момента уже, грубо говоря, неделю я не спал. Вот. А последние пять дней вообще не спал конкретно. То есть максимум час, наверное, за ночь я в два поспал. Вот. Впереди у меня еще три-четыре тяжелых дня, которые вообще спать нельзя. Поэтому запасаемся кофейком, терпением. Вот. Рожуленька у меня сидит тоже. Ждет мой сладкий. Такие вот дела у нас. Поэтому будем потихонечку для вас снимать серии по мере вступления полезной информации какой-то. Вот. А сегодня... На сегодня прощаемся с вами. С вами был канал Adox Life. Всем послушных и здоровых собак. До новых встреч.